Ребят, сижу в компьютере, ложу в Яндексе насчет школы, да что? И смотрите, что я нашла в Яндексе, не на школьном сайте, Ильюхину фотографию, это когда-то Илья еще учился, когда в школе, они территорию прибирали, смотрите, я в шоке, у меня даже такой фотографии нет, представляете, это ужас, сейчас фоткаю себе, оставлю на память. Смотри сам, смотри сам, у меня денег нет, так что это, дорогие друзья, мы с Егором едем в город, нам надо купить хлеб, ну и такое, что, ну и мне по делам надо, по своим. Поэтому Егора я с собой беру для того, чтобы потом он поедет домой, а я вылезу в садик, он побежал деньги свои взять, хочет что-то сам себе купить. Так что вот такие вот дела у нас, погода сегодня опять у нас чудесное, солнышко светит, прям вообще шикарная погода, знай гуляй, как говорится. Ладно, едем в город. Ребят, смотрите, какое у нас озеро, каждый год мы утром здесь кое-как проходим, и никто ничего не делает с этим озером. Вот здесь бы, по идее, сбоку снег бы убрать, и проколоть бы туда слив, чтобы вода уходила, тогда бы лучше было, видите, какое озеро. Ё-моё, вот так вот обычно мы тут проходим по-другому, потому что, ну никак, это озеро не обойти. Ай, сейчас ещё и машина мне обрызгает по ходу дела. Нет, мне обрызгали. Видите, какое озеро? Целое озеро. Кошмар. Ладно, идём. Смотрите, какие горы проходят мимо этого озера. Вот, может, увидеть всё-таки кто-то? Да сделай что-нибудь с этим. Вот этот бы снег убрать, он бы, может быть, вода бы уходила. Он тут, видите, из-за снега кошмар полный на этом повороте каждый год. Пришла за Марино, и смотрите, какие тут, ребятки, рисунки нарисовали красивые. А, вон верхний Маринин, вот этот вот рисуночек. А что-то только все чёрным в основном рисовали цветом, как-то это... Скучно даже. Мариночка, одевайся, давай. Ванечке... Ваня, скажи привет. Скажи привет. Мариночка одеваться будет. И фигурки красивые тут у них. Так, Тарантина, Марина, мишка с мёдом. Это у тебя, Марина, мишка с мёдом? Марина, это у тебя мишка с мёдом? Вот здесь вот. Мишка с мёдом? Ага. Ага, всё понятно. А там вы весну, да, пытались рисовать? Только тёмные они все получились. Но красивые. Молодцы дети. А ещё вот какую красоту. Марина. Кактусы. И у Марины кактус. Красивые. А здесь они рисовали цветочки, видимо. Так, сейчас в Маринин найдём. А вон самый... А, это рыбки у них, не цветочки. Это рыбки, ребята. Смотрите, какие рыбки красивые, разные. И вон там в углу красненький Маринин. Съездила я в город уже по делам. Пришли мы уже с садика. Сейчас покажу, что купила. Пока я ездила, муж затопил печку кушать, варит. И я его просила перекрутить не фарш. Но филе курицы он мне перекрутил. Так что поэтому будем готовить ещё кое-что. Так, в целом, что брала? Брала маленьким сок они по дороге пили. Пустые коробочки домой принесли. Потом лимонад это я брала пить по дороге тоже. Егора мне давал деньги, чтобы я ему купила вот это. Вот мохито его, наилюбимое. Дальше. И 2 литра молока взяла. Сегодня молоко нам не принесут. Нам принесут только в среду. И мармеладки. Сейчас, Ваня, подожди, я всё раскрою и дам. Это стирать. Дальше, что я купила сейчас покажу. Василиса, ну-ка, кыш. У меня подруга из апельсинов варит компоты. Она мне рассказала так. Поэтому я хочу попробовать сварить из апельсинов компоты. Я пришла с утру печка топиться. Поэтому уже поставила воду на компоты. Будем варить компоты. Также к компотам нам надо лимоны. И купила, ребята, семена гороха. Владик, я горох нашла. У Лены на рынке всегда она продаёт. Росыпью горох. Поэтому я беру. Нынче опять купила. Последний забрала. Весь долг. Также купила бульон Роллтон. Куриный. И хлеб дешёвый белый. Мы взяли хлеб дешёвый. Раз, два. Так. Короче, три белого и два чёрного дешёвого хлеба. Сухарики сделаю опять. Ну и курян нам надо. Не можем опять, ребята, привезти комбикорм. Просто не на чем. Я сейчас второго в Перми буду. И потом я не знаю, чем они будут кормить. Нам уже сегодня, по сути, нечем кормить. Машину я найти не могу. Чё делать, не знаю. Вот так вот. Ну ладно, не об этом суть. Сейчас я попью кофе. И мы с вами займёмся компотами. И из мяса я сделаю полуфабрикат. Всё вам обязательно покажу. Если интересно, оставайтесь с нами. Так, у нас вечер. Я занимаюсь тем, что мою апельсины с лимонами. Буду делать компот. Будем делать компот. Кипятки их отмываем хорошенько. Вымоем. И компот сделаем. Две банки нашла с закруткой. Я не знаю, куда у меня аппарат делался, который банки закручивает. Всё переискала, куда он делся. Лежала на улице в столе и нету. Муж пошёл искать. Чего? И поэтому надо ещё и мясом заняться. Но пока времени нет. Ладно, делаем. Ребят, занимаюсь компотами. Залила уже две банки. У меня, видите, кастрюли маленькие. Эта кастрюля занята. Вот этой приходится пользоваться. Кастрюли. И вот её хватает на две с половиной банки. Поэтому вот так вот. Сейчас поставила ещё одну кастрюлю воду греть. И буду ещё делать. У меня подруга Женя делает. Она как делает? Она заложит один апельсин и две дольки лимона. Я же положила по полтора апельсина в каждую банку. И по две дольки лимона. Сейчас постоит. Потом сольём. Потом сольём. Потом прокипятим опять это. Потом сахар засыпем. И потом уже заливать будем. Короче, делаем закрутки. Я знаю ваш вопрос. Настя, ты что делаешь? Все летом компоты катают, а ты зимой. Ну, ребят, апельсины дешёвые. Мне подруга сказала, что апельсины дешёвые. Поэтому катаем. Делаем. Да и потом в любое время дети смогут достать компоты и попить. Апельсиновый лимонад такой, можно сказать. Домашний лимонад. Короче, мне ещё делать и делать. Поставила ещё одну кастрюлю воду греть. Потому что одной кастрюли не хватает на все банки. И у меня рис остывается для того, чтобы делать тевтели. Ещё тевтели буду делать. Короче, сегодня я допоздна. Ну, ничего не поделаешь. Делаем. Залила уже почти все банки. На эту банку опять воды не хватило. Уже чайник включила. Сейчас кипятится и залью. Как остынет, потом перелью в кастрюлю и опять буду кипятить. У меня время уже ночь. Ну, а как вы думаете, что делает нерадивая мамаша, как вы меня называете? Херней страдает, по-русски говоря. Я делаю компоты и сделала тевтели. Три подносика. Хотела сделать для него голубцы. Дети сказали, тевтели. Сделала тевтели. Отправляю сейчас это в морозилку. Сейчас у меня закипит уже компот. Буду заливать и убирать. И пойду спать. В то время ночи я ещё не ложилась. Всё, пять банок закатала. А это на утро ещё останется. Остынет, попьют. Так что вот так вот. С пельми приеду. Ещё буду потом катать. Компотики. Дети у меня любят такие компоты. Ну, а вы делайте, как вы привыкли. А мы будем так делать. Я пошла спать. Всем спокойной ночи. И всем спасибо за внимание. И всем говорю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok